всем добрый день сегодня в рамках нашей лекции мы рассмотрим тему антропология здоровья и прежде чем мы перейдем непосредственно практической части хотелось бы разобрать общие понятия факторы вообще что из себя представляет здоровье какие факторы на него оказывают влияние во все времена и у всех народов непреходящей ценностью являлась и является здоровье это главные условия свободы человека поэтому интерес к определению этого понятия проявляет не только врачи но и философы политики писатели древние мудрецы полагали что тот кто управляет другими силен а тот кто управляет собой могущество монтично греческой философии здоровье человека трактовалось как равновесие жизненных сил оценка состояния здоровья человека достаточно сложный процесс так как единого критерия по которым можно судить о здоровье не существует согласно определению всемирной организации здравоохранения здоровье это состояние полного физического психического и социального благополучия отсутствие болезней или физических дефектов давайте вкратце дадим определение каждому состоянию под физическим здоровьем понимает естественное состояние организма обусловленной нормальным функционированием всех его органов и систем и максимальной адаптации к различным факторам внешней среды психическое здоровье предполагает отрицание болезни ее преодоление что должно являться стратегии жизни человека под социальным здоровьем подразумевает меру социальной активности деятельного отношения человека к миру здоровье это не статическое состояние а динамический процесс поскольку подразумевает сохранение развития психических физических и биологических способностей человека его оптимальной трудоспособности социальной активности при максимальной продолжительности жизни как уже было сказано выше физическое состояние человека является одной из характеристик его здоровья она характеризуется степенью готовности человека выполнять мышечные трудовые нагрузки различного характера в данный конкретный отрезок времени. Эта готовность зависит от особенностей физического развития, функциональных возможностей отдельных систем организма, наличия заболеваний и травм. У практически здоровых лиц факторами, определяющие физическое состояние, является физическое развитие, физическая работоспособность, функциональные возможности, кислорода, транспортные системы и возраст. Физическое развитие человека характеризуется определенным сочетанием антропометрических и функциональных показателей. Для комплексной оценки физического развития разработаны методики, в которых учитываются показатели пола, возраста, длины тела, массы тела, окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, силы мышц, потребление кислорода, частоты сердечно-сокращения. Физическое развитие является одним из важнейших показателей здоровья человека, поэтому практическое умение правильно оценить его будет способствовать воспитанию здорового поколения. Давайте рассмотрим факторы, которые оказывают влияние на физическое развитие человека. Непрерывно протекающий процесс обмена веществ и энергии в организме человека определяют особенности его развития. Темп изменения массы тела, длины тела, его окружности в различные периоды жизни не одинаковы. Об этом может судить каждый из вас, если вспомнить свое развитие в дошкольном и школьном возрасте. Отличительные особенности имеются у юноши и девушек, людей в зрелом и пожилом возрасте. Длина тела, масса, последовательность в увеличении различных частей тела и его пропорций запрограммированы наследственными механизмами и при оптимальных условиях жизнедеятельности идут в определенной последовательности. Однако некоторые факторы могут не только нарушить последовательность развития, но и вызвать необратимые изменения. К ним относятся внешние. Это неблагоприятное внутриутробное развитие, социальные условия, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, несоблюдение режима труда и отдыха, экологический фактор. Внутренние факторы это наследственность и наличие заболеваний. Физическое развитие это процесс количественного и качественного изменения всех показателей организма человека в процессе его жизнедеятельности. Показателями физического развития является комплекс морфо-функциональных признаков, которые характеризуют уровень биологического развития человека, отражают степень соответствия биологического и паспортного возраста, конституционные особенности, физическую работоспособность в момент исследования. Основными методами исследования физического развития являются самотоскопия, метод наружного внешнего осмотра. Самотоскопия представляет собой наружный осмотр тела человека с целью выявления возможных дефектов опорно-двигательного аппарата, искривления позвоночника, нарушения осанки, плоскостопия. Самотоскопические показатели устанавливаются в ходе проведения самотоскопического обследования. Состояние опорно-двигательного аппарата оценивается по общему впечатлению от массивности, ширины плеч, состояния осанки, стоп. Одним из наиболее важных показателей является состояние осанки. Три главных признака нарушения осанки, которые могут быть зафиксированы в ходе наружного осмотра. Наклонное положение головы, неодинаковый уровень над плечей и лопаток, неравная длина шейно-плечевых линий. К самотоскопическим параметрам относятся и форма грудной клетки. Сейчас предлагаю перейти к практической части. Собственно, наш обследуемый. Рассмотрим ряд показателей, которые характеризуют физическое развитие. Одним из наиболее таких ярких показателей это нарушение осанки. Нарушение осанки можно охарактеризовать по трем основным признакам. Первое – это тогда, когда у нас присутствует отклонение головы вправо или влево. То есть у нас стоит обследуемый. Если мы видим, что в привычной форме у него есть отклонение, то есть в привычной непринужденной форме, если мы видим, что у него есть отклонение вправо или влево, то это является одним из признаков, который может характеризовать нарушение осанки. Следующий признак – это неодинаковый уровень надплечей и нижних углов лопатки. Соответственно, если у нас, например, одно плечо приподнято, другое плечо опущено, то это тоже является первым признаком, визуальным признаком, который может характеризовать нарушение осанки. Ну и, собственно, из второго признака вытекает у нас третий, когда мы видим, что шейно-плечевая линия находится различной. То есть с той стороны, где у нас плечо приподнято, шейно-плечевая линия будет, соответственно, короче. Ну и там, где плечо опущено, у нас шейно-плечевая линия будет длиннее. Следующий показатель, который является важным при сомотоскопическом обследовании – это определение формы грудной клетки. У нас грудная клетка может быть плоская, воплощенная, цилиндрическая, коническая. Она, собственно, определяется угломером по надчревному углу, либо его еще называют эпигастральным. Далее следующий показатель, который берется при сомотоскопическом обследовании, на который обращается внимание, это развитая мускулатура. То есть по рельефности, упругости мы можем посмотреть и определить степень выраженности мышечной ткани. То есть данный, скажем так, параметр дает возможность даже узнать, ну скажем так, определить, каким видом спорта визуально занимается наш обследователь. То есть условно вы же можете отличить тяжелоатлета, рэкбиста от человека, который занимается фигурным катанием или гимнастикой. То есть по структуре, скажем так, визуальной мускулатуры мы можем сделать какие-то такие первичные выводы. Следующий показатель – это тип телосложения. Тип телосложения является тоже с амотоскопическим параметром, только он уже складывается в совокупности, когда мы знаем, например, форму, размеры, пропорции, отдельное расположение каких-то частей тела. Мы здесь можем уже составить картинку типа телосложения. В зависимости от того, какой модификации мы будем пользоваться, автор какой модификации мы определяем тип телосложения. Это может быть нормостенический, астенический, мезоморфный, эндоморфный, брахиморфный, то есть в зависимости, повторюсь еще раз, от той модификации, которую мы используем. Таким образом, подытоживая, значит, соматоскопическое обследование подразумевает определение состояния опорно-двигательного аппарата, в том числе осанки, развитость мускулатуры, форму грудной клетки и тип телосложения. Соматометрия, или ее еще называют антропометрией, включает определение длины тела, массы тела, длины руки, ноги, отдельных сегментов, окружности грудной клетки, плеча, бедра. Оно подразумевает определение продольных, глубинных, поперечных, обхватных размеров тела, массы тела, тащины кожно-жировых складок. Основным инструментарием при антропометрических измерениях является антропометр, толстотный циркуль, необходимый для измерения диаметров тела, скользящий циркуль и калипер для измерения толщины кожно-жировых складок. Для измерения изгибов отделов позвоночника и подвижности в суставах применяются гониометры. Если сказать обычно, чтобы было понятно, у нас антропометрический показатель делится на основные и дополнительные. Если мы говорим про основные, то нам необходимо будет измерить с помощью ростомера основная стойка, пятки вместе носочки в рост, мы замеряем наш рост или длину тела. И с помощью напольных весов мы определяем массу тела. Если мы говорим о измерении каких-то размеров, например, длины руки, то есть это уже непосредственно дополнительные антропометрические измерения. Если нам нужно узнать, например, сегмент плеча, сегмент предплечья или сегмент кисти, то есть длину кисти, длину бедра, голени или отдельно, например, длину туловища, то для этого используется антропометр, сборный антропометр металлический Мартина. Далее, я уже сказала, берутся еще дополнительные параметры, например, обхватный размер. Обхватный размер измеряется с помощью сантиметровой ленты. То есть, если нам необходимо, например, замерить окружность талии, накладываем сантиметровую ленту, замеряем окружность талии. Окружность бедер, окружность плеча, бедра, голени замеряются с помощью обычной сантиметровой ленты. Далее, к антропометрическим измерениям с помощью толстотного, большого толстотного циркуля измеряются диаметры. Это может быть тазогребневый диаметр, это может быть диаметр дистальной части плеча, ну и, соответственно, дистальной части плеча, предплечья, нижнеберцовый диаметр средней грудины. Следующий показатель, который мы определяем в ходе антропометрического измерения, это толщина кожно-жировых складок. Значит, данный показатель определяется с помощью циркуля калипера. Толщину кожно-жировых складок мы берем на различных участках тела. Это может быть область живота, это может быть область плеча, это может быть область предплечья, кисти, бедра, голени. Это то, что касается антропометрических измерений. Следующий метод – это физиометрия. К физиометрическим показателям относятся измерения жизненной емкости легких. Значит, в нашем случае мы измеряем жизненную емкость легких с помощью механического спирометра. Значит, жизненная емкость легких представляет собой объем воздуха, который выдыхаем после максимального вдоха. То есть мы делаем максимальный вдох и максимальный выдох. Ну, собственно, вот можно продемонстрировать. Каковы показатели, нормальный показатель жизненной емкости легких? Значит, у мужчин этот показатель варьирует где-то от 3,5 до 4,8 тысяча, 4,8 тысяча, 5 тысяч миллилитров. У женщин этот показатель в диапазоне от 3 до 3,5 тысяч. Ну и, соответственно, у спортсменов этот показатель соответствует где-то 6-8 тысяч. Опять же, здесь может быть индивидуально от вида спорта. Следующий физиометрический показатель – это показатель сила мышц рук. Определяется с помощью кистевого динамометра. На вытянутой руке сжимается динамометр и фиксируется показатель. Значит, каковы значения кистевой динамометрии? Для мужчин эти показатели находятся в диапазоне от 35 до 50. У женщин это показатель соответствует где-то 25-35 единицам. Это с правой стороны, потому что в большинстве из нас все правши. С левой стороны показатель этот, как правило, на 5-10 единиц меньше. Следующий физиометрический показатель – это становая динамометрия. Проводится измерение с помощью станового динамометра, определяет силу мышц спины. Значит, какие нормативные значения? Для мужчин этот показатель составляет где-то 130-150 килограмм, для женщин это показатель где-то от 60 до 90 килограмм. Ну и опять же, если человек занимается спортом, то этот показатель у нас будет выше. Следующий метод, о котором я хочу поговорить, это биомпедансный анализ состава тела. Для того, чтобы получить более полную оценку о состоянии организма как единого целого и функционирования отдельных анатомо-физиологических систем, используют метод определения компонентного состава тела человека с помощью биомпедансного анализа. Биомпедансный метод – это метод определения состава тела, основан на измерении электрического сопротивления ткани организма и компьютерной обработке полученных результатов. Вносим некие показатели, такие как масса тела, длина тела, обхват талии, обхват бедер, обязательно в возраст, пол, в программу компьютерную. Нам необходимо человека уложить на кушетку. Значит, используются электроды. Поверхность обрабатывается сначала спиртовой салфеткой. Значит, данная процедура, как правило, проводится по правой стороне. Значит, накладываются электроды. Во время процедуры пациент не испытывает или наше обследуемо никакого дискомфорта. Процедура напоминает по прохождению процедуру электрокардиограммы. Ну и, собственно, накладываются датчики для того, чтобы нам замерить сопротивление. Значит, ну обычными словами, знаете, это нужно будет сказать так, что для того, чтобы провести биомпедансный анализ, нам нужно ряд показателей, такие как масса тела, рост. И, собственно, от одной точки, например, от кисти до стопы у нас замеряется электрическое сопротивление. Есть определенный перечень, наверное, правил подготовки для проведения данной процедуры. Из таких явных это, ну как бы, вообще любая антропометрическая процедура, она проводится в первой половине дня натощак. Биомпедансный анализ это не исключение, поэтому до этой процедуры мы либо должны покушать и попить там за два часа, либо прийти натощак, потому что употребление жидкости будет нарушаться, ну или как бы достоверность данных будет искажена. Следующее правило, которое, это наличие металлических предметов. Значит, все металлические предметы с запястья, ну если у нас присутствуют такие в области шеи, нужно будет приподнять на подбородок, ну и, соответственно, с той стороны, по которой проводим обследование, металлические предметы снять. Далее, не должна соприкасаться область подмышечной впадины и область паха. Это тоже влияет на достоверность показателей. Из явных противопоказаний это наличие кардиостимулятора. И плюс еще нужно уточнить, нет ли у нас вставленных пластин в какую-либо там конечность, верхнюю или нижнюю конечность. Соответственно, нужно будет обследование провести на противоположной стороне. Что еще? Какое правило? Ну, еще одно обязательное правило, о котором забыла сказать, это не допускается проведение процедуры после физической какой-то интенсивной двигательной активности. Тоже достоверность данных как бы будет снижена. Антропометрические измерения являются простым и доступным методом получения информации, которые позволяют судить об особенностях физического развития и питания человека. Сравнив конкретные значения с установленными для данной возрастной половой группы нормативами, специалист может нести первичное заключение о статусе обследуемого, подтвердить или опровергнуть предположение о наличии тех или иных отклонений, принять решение о необходимости углубленного исследования. При определении состава тела на основе антропометрических методов используют общие размеры, масса это тело, длина тела и площадь поверхности тела, а также обхватные размеры частей тела и сегментов конечностей. Также кожно-жировые складки на определенных участках тела. Для оценки физического развития и состояния здоровья используют ростовесовые индексы и таблицы, в которых определенным значением длины тела соответствуют различные диапазоны значений массы тела, интерпретируемые по степени отклонения массы тела от нормы. В настоящее время наибольшее распространение имеет индекс массы тела или просто индекс массы. Индекс массы тела помогает определить отклонение от нормальной массы тела в ту или иную сторону. Лишний вес опасен для человеческого здоровья. В первую очередь при избыточном весе увеличивается сердечно-сосудистые заболевания. Избыточная масса тела оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему, вызывая деформацию стопы, остеоартроз крупных суставов и другие нарушения. Также лишний вес приводит к различным нарушениям обмена веществ, в результате чего может развиться атеросклероз и сахарный диабет. Индекс массы тела для женщин считается нормальным, если показатель входит в диапазон от 20 до 22 единиц. Для мужчин этот показатель должен быть от 23 до 25. Исследования показывают, что люди, у которых данный показатель остается в пределах 18-22 единиц, живут в среднем дольше, чем те, у кого есть проблемы с весом. Если показатель индекса массы тела превышает 25 единиц, то это сигнал, что вам нужно менять свой образ жизни. Соблюдение диеты и повышенная двигательная активность как образ жизни – наиболее рациональный путь поддержания массы тела на оптимальном уровне и укрепление здоровья человека. Важно отметить, что величина данного индекса имеет существенные недостатки, так как и у людей с одинаковыми величинами индекса массы тела может существенно отличаться компонентный состав тела. Основная сфера применения веса ростовых таблиц и индексов массы тела связана с косвенной оценкой уровня физического развития, пищевого статуса и предварительной диагностикой ожирения. Преимущество индексов заключается в простоте применения и возможностях их использовать в масштабных популяционных исследованиях. Веса ростовые таблицы не дают полной информации о составе тела на индивидуальном уровне, поэтому их применение оправдано лишь для ориентировочной оценки физического развития и состояния здоровья. Используя весы ростовые таблицы, мы сможем получить первичную картину отклонений в физическом развитии, оценку пищевого статуса и физического развития на уровне популяции. При проведении биомпедансиметрии проводится расчет и анализ огромного ряда показателей. Это жировая масса, которая выявляет избыток или недостаток абсолютного количества жировой ткани в теле. Она выражается в килограммах и в процентном соотношении. Жировая масса в процентах или еще индекс жировой массы называют. Это классификация избыточного содержания жировой массы, ожирение, оценка риска метаболического синдрома, характеристика достаточности питания. Безжировая или ее еще называют тощая масса. Это индекс тощей массы, которая характеризует развитие безжировой массы, выявление катаболических сдвигов. Активная клеточная масса, она выражается как в процентах, как и в килограммах, характеризует мышцы, паренхематозные органы, мозг, нервные клетки, классификация достаточности белковой компонента питания. Доля активной клеточной массы в процентном соотношении показывает уровень двигательной активности, а также выявляет гиподинамию. Важный показатель общая жидкость. Общая жидкость у нас состоит из внеклеточной и внутриклеточной жидкости. Общая жидкость характеризует состояние гидротации тела, выявление избытка и дефицита жидкости в организме. Скелетно-мышечная масса, она выражается в процентах и в килограммах. Скелетно-мышечная масса, она выражается все-таки здесь не чистое, а представлено в виде индекса скелетно-мышечной массы. Характеризует физическую работоспособность, выявление риска недостаточности скелетно-мышечной массы, особенно у тех людей, которые, скажем так, не занимаются спортом. Основной обмен, то есть это обмен веществ, это тоже один из важных показателей. Обмен веществ здесь отображается за 24 часа, то есть в состоянии покоя. Нормальным содержанием жира в организме для мужчины считается показатель от 15 до 23-25%, для женщин этот показатель считается от 18 до 27% от общей массы тела. Скелетная мускулатура составляет порядка 30% от тощей массы тела. Масса висцеральных органов у нас составляет порядка 20%, ну и костно-надкостную ткань приходится порядка 7%. Наряду с характеристикой компонентного состава тела для оценки функционального состояния организма, интенсивности обменных процессов и нарушений пищевого статуса в биомпедансном анализе используется величина фазового угла. Фазовый угол считается показателем тренированности и выносливости организма. По его величине в спорте высших достижений оценивается предстартовая готовность спортсменам. Высокие значения фазового угла характерны для спортсменов во многих видах спорта. С возрастом при наличии хронических заболеваний с преобладанием катаболических процессов в организме, таких как разрушительных процессов, то есть это может быть онкология, туберкулез, спид или при дефиците питательных веществ, этот показатель уменьшается. Очень низкие значения фазового угла у пациентов с хроническими заболеваниями высоко коррелируют с плохим прогнозом. Общая жидкость организма коррелирует с безжировой или тощей массой тела и составляет в среднем около 45-60% от веса тела. Определяется общим объем также содержание внутриклеточной и внеклеточной жидкости. Каковы же возможности биомпедансометрии? На основании данных биомпедансного анализа можно оценить следующие показатели. Индивидуальное значение идеального веса, количество жировой ткани в килограммах в отношении к общему весу, количество внеклеточной жидкости, количество внутриклеточной жидкости, количество жидкости, находящейся в организме в связанном состоянии, то есть если у нас присутствуют отеки, количество в килограммах и процента активной клеточной массы, индексы массы тела, основного обмена веществ. Обмен веществ, тот, который мы уже сказали, за 24 часа мы определяем состояние покоя. А также можно определить отклонение измеренных величин от нормы. Ну и, соответственно, помимо того протокола, который мы получаем первичного, можно получить протокол в динамике. То есть для чего этот протокол важен? Если, например, мы говорим конкретно об анализаторе состава тела МИДАС, он имеет такую возможность, как проводить многократные обследования и отслеживать текущий протокол в динамике. То есть мы понимаем, в какую сторону мы движемся. То есть каждый человек, если человек не занимается спортом, он приходит в тренажерный зал, он хочет улучшить свое тело, где-то жирок убрать, где-то условно прибавить скелетомышечную массу. Для этого, собственно, биомпедансный анализ и нужен. То есть с помощью динамики он может отследить, в какую сторону он движется. Соответственно, динамика положительная, это тогда у нас, когда сокращается процент массы жировой ткани и увеличивается скелетно-мышечная масса. В спорте это важно, потому что мы отслеживаем показатели спортивной формы. То есть это важно в динамике в том плане, что если у нас спортсмен подготавливается к соревнованиям, идеально, когда у нас процент массы жировой ткани снижается, процент массы скелетно-мышечной массы увеличивается. Такая динамика должна прослеживаться до конца соревнований. Очень часто задают вопрос, какой, скажем так, из анализаторов биомпедансного анализа состава тела наиболее благоприятный, лучший, скажем так, или говорит правду. Есть несколько аппаратов биомпедансного анализа состава тела. Это может быть Танита, это может быть Инбади, это может быть Мидас, Диамант. Самый первый появился у нас это Амрон. В нашем случае мы используем анализатор биомпедансного анализа состава тела фирмы Мидас. Уважаемые слушатели, благодарю вас за внимание. Надеюсь, сегодняшняя лекция касательно антропологии здоровья, методов исследования в области антропологии для вас оказались полезными, вы найдете их применение в своей обычной жизни, у кого-то может быть спортивной жизни. Поэтому всех еще раз благодарю за внимание.